Памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву В этом году извлечен непригодный грунт. Проведены работы по заполнению швов. Построены два водных перехода и водоспускные каналы протяженностью больше полутора километров. Дорога выложена новым трехслойным асфальтобетонным покрытием. Ремонт дороги облегчит грузовые и пассажирские перевозки и позитивно скажется на дальнейшем развитии экономики. Далее Ильхам Алиев с членами семьи ознакомились с предприятием по производству сухофруктов общества с ограниченной ответственностью Green Factory в Шекинском селе Ортазейзит. Площадь садового участка предприятия составляет 100 гектаров. На территории разбит сад, состоящий из более чем 55 тысяч фруктовых деревьев, в том числе персиковых, нектариновых, абрикосовых, сливовых, яблонь, черешни, хурмы и алчи, завезенных из Франции, Италии и Турции. Для обеспечения фруктового сада растительной водой пробурены 8 артезианских скважин, построены резервуары общим объемом 15 тысяч кубометров. На предприятии также функционирует логистический центр. Здесь трудятся 38 постоянных из 120-150 сезонных работников. После этого прошло ознакомление с условиями, созданными в новом административном здании исполнительные власти Шеки, общая площадь которого превышает 6 тысяч квадратных метров. Имеются конференц-зал, актовый зал, рабочие кабинеты, библиотека и другие помещения. В цокольном этаже функционирует автостоянка и участок технического обслуживания. На приусадебном участке здания проделаны работы по благоустройству и озеленению. Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехребан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с реставрационными работами, проведенными фондом Гейдара Алиева в комплексе Шекинской ханской мечети. Работы здесь осуществлялись с мая 2021 года. 13 основных могил на расположенном рядом с мечетью кладбище принадлежат представителям ханского рода. На кладбище хоронили только представителей ханского рода, поэтому оно получило название «Ханское кладбище». 21-метровый минарет мечети построен с использованием обожженного кирпича и известкового раствора. На балкон ведет винтовая лестница. На первом этапе в комплексе были проведены измерительные работы в формате 3D. Эти работы были важны с точки зрения получения первоначального вида комплекса мечети. Были отсканированы строения, находящиеся на территории основного здания мечети и минарет, подсобные постройки, ограды территории комплекса и расположенные там кладбище. Подготовлена 3D-модель мечети. При проведении реставрационных работ было обнаружено захоронение. Найденные в могиле 52 бусины и бронзовая головка четок позволяли выдвинуть предположение о том, что погребенный являлся лицом, обладавшим высоким религиозным или государственным статусом. Также на территории комплекса мечети создан музей. В нем представлены различные экспонаты, образцы материальной культуры, относящиеся к периоду шикинского ханства. Музей наглядно демонстрирует особое место создания и формирования шикинского ханства в истории национальной государственности. В шики состоялось ознакомление с ремонтно-реставрационными работами, проводимыми на территории национальной историко-архитектурного заповедника Юхары-Баш. Государственное агентство по туризму завершило работы в двух памятниках – картинная галерея и административное здание заповедника. Оба эти памятника были построены в XIX веке как казарма для солдат царской России. Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева были проинформированы о реставрационных работах, которые будут проведены в мастерской по изготовлению шебеке в заповеднике. В тот же день Ильхам Алиев совершил поездку в Огусский район. Глава государства посетил в городе памятник Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы. После этого Ильхам Алиев принял участие в открытии каскада малых гидроэлектростанций Огус-1, Огус-2 и Огус-3 на реке Дашагыл в Огусском районе. На трех малых гидроэлектростанциях, построенных ступенчатым методом, ежегодно можно получать до 15 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Потребность в энергии Огусского района с населением 44 тысячи человек составляет 5-6 мегаватт. Сезонно половину данного объема смогут обеспечивать именно эти электростанции. Получив информацию о них, Ильхам Алиев ввел гидроэлектростанции в действие. Позже состоялось открытие ясли детского сада на 100 мест, построенного в Огусе по инициативе фонда Гейдара Алиева. Он состоит из 32 комнат. Создано 5 комнат для групп, медпункт, музыкальные, гимнастические залы, столовая, кухни, компьютерные, методические кабинеты и подсобные помещения. Здание оснащено современным оборудованием, инвентарем и комплектами мебели, системами видеонаблюдения, противопожарной безопасности, а также централизованного отопления. На приусадебной территории проделана работа по благоустройству и озеленению, создана современная система освещения и установлены беседки. Затем было проведено ознакомление с условиями, созданными в агропарке «Шекиогуз» – общество с ограниченной ответственностью «Агро-Инкишав-2017». Агропарк функционирует в сфере садоводства и земледелия. Здесь в основном высаживаются ореховые, миндальные и оливковые сады, а также выращиваются зерновые. Общая стоимость проекта составляет 30 миллионов монатов. В создание необходимой инфраструктуры были вложены государственные и капитальные средства в размере 67,8 миллиона монатов. В настоящее время 160 человек привлечены к постоянным, а 200 человек – к сезонным работам. Хозяйство оснащено 31 трактором, четырьмя комбайнами с устройствами GPS, четырьмя распылителями современного типа, 55 различными прицепами и оборудованием. Глава государства посадил дерево на территории агропарка. Ильхам Алиев также ознакомился с работой по обеспечению земельного участка агропарка «Шекиогуз» оросительной водой. Глава государства вел в действие установки, обеспечивающие оросительной водой земельный участок агропарка. В Огусском районе был заложен фундамент завода по очистке от кожуры, промывки и сушки ореховой продукции агропарка «Шекиогуз». Кроме того, создано саженцевое хозяйство по сортам ореха. Срок сбора и сушки продукции – 40 дней. Объем 80 металлических шкафов для сушки составляет 400 тонн. В первое время на заводе будет создано 40 новых рабочих мест. Совершая поездку, первый вице-президент Азербайджана Мегрибан Алиева делилась в своем официальном инстаграм-аккаунте публикациями из «Шеки». В публикациях отмечается «По дороге в Шеки» в комплексе Шекинской ханской мечети. «По дороге в Шеки» в комплексе Шекинской ханской мечети.